Владимир, дорогой мой, а что вас заставило сначала развестись со своей женой, а потом снова на ней жениться? Острых ощущений не хватало? У меня два дня рождения, да, это было нападение. 9 сантиметров во мне, клиночек виден. Алисочка, вы такая стройная, такая молодая. Вы слишком лакомый кусок. Да. Взрослая, богатая, прекрасно выглядите. Всё есть. Хочется носом прижаться. Просто к родному плечу вечером. Володенька, а как вам? 54, не 45. А если носом прижаться к красивому телу, нормально. У меня взрослый сын, он живёт в Америке. Ой, какой красивый мальчик. Девчонки, значит, смотрите, у вас есть два варианта. Первый вариант, вы отдаёте всю себя без остатка, но тогда не ждите уважения. Либо второй вариант, берёте всё, что предлагается, но тогда не ждите уважения. Прекрасная женщина. Правда? Ещё и спортсменка. Да. Комсомолка, красавица. Так что будете ловить букеты невест. Очень хочу. Уже бы пора. Знакомьтесь со второй невестой. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Вы очень обаятельный мужчина. Я рада с вами познакомиться. Рада нашей встрече. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Спасибо, я тоже рад. Ольга, 45 лет. Продавец предметов роскоши в главном универмаге Москвы. Любит петь и танцевать, кататься на коньках и лыжах, гордиться своей дочерью. Предупреждает, что она капуша. Несмотря на уговоры свекрови, Ольга не смогла простить измену мужу и подала на развод. Надеется, что Владимир сделает её самой счастливой женщиной в мире. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, девочки. Лариса, позвольте. Да, я позволь. Милые женщины, вы просто богини. Я мечтала вас подарить вам букетик и цветов. АПЛОДИСМЕНТЫ Тамара, что? Спасибо вам. Лариса. Спасибо большое. Спасибо. Роза. Спасибо большое. Чудный совершенно букет. Да, и пахнет прекрасно. Красивая женщина. Любит красное платье, яркое. Мне нравится, что у неё благородные черты лица. Я люблю такие лица. Да, интеллигентные. Лариса, скажите, пожалуйста, вы долго прожили с мужем, до тех пор, пока не узнали об его измене, или он всегда давал повод? Нет, узнала неожиданно. Мы прожили с ним два года семь месяцев, были студентами. На тот момент я закончила первое своё образование медицинское. Стала работать медсестрой. Он учился в институте авиационном. И мы жили с мамой с него. Нашли общий язык со свекрови? Да, конечно. С мамой надо отдать должное. Мы прожили семь лет потом после развода. И мы растили мою дочку вместе. Ну, какое счастье. Ну, для 45-ти шикарно выглядит, да, хорошо выглядит. Хорошо выглядит, очень хорошо. Хорошо сложена она, уходила такая. Да, спортивная такая, я не знаю, как по поводу спорта, но... Ну, такая, да. Приятная внешность, знаешь, такая. Ну, мне кажется, это такой темперамент парижанки. А как узнали, что муж изменил? Сам рассказал? Я чувствовала, что происходит что-то не то, и мне мало внимания, а я замотанная с ребёнком. Но понимаете, что эту ошибку совершает большинство женщин? Родили, всё, муж даже не на втором плане, а на 33-м. Всё внимание ребёнку. Это понятно. Но мужчины не могут ждать, они не понимают этого. И тут и ревность, и эгоизм такой дурацкий, детский ещё, плюс ко всему. Ларис, мне было 21 год. Не посоветовал никто, да? И я этого тогда не понимала, и я только спросила его, ну, у тебя кто-то есть? Муж ответил, да. Дурачок. А если бы не сказал тогда правду? Он перетерпеливый, ребёнок подрос, вам бы стало легче? Думаю, да, я его очень любила. Всё мужчины изменяют, просто женщины... Ну, хотя измены, измены рознь. Если ты не делаешь из своей женщины дуру, а делаешь это аккуратно, то ладно, подумаешь, пускай. Простить? Или он и не хотел никого прощения? Ну, какое-то время, я даже года три, наверное, всё думала о том, что... Вернётся, да? Вернётся, да. Приняли бы? Да, я предлагала. А как получилось так, что свекровь осталась с вами? Мы жили в их квартире. Я была студенткой, работала потом в рабочем общежитии и пришла к ним. Скажите, а как общались? Он же приходил, наверное, к своей матери, к ребёнку. Да, мы договорились затем, конечно, через всю эту боль и страдание, чтобы ребёнок ни в коем случае не пострадал. Это самое главное, и это наша веточка. Нет, как всё, что не обливалось кровью, когда он приходил? Обливалось. Но пробовали что-то? Нет, какая-то инициатива была с вашей стороны? Иногда, да. А возможно были отношения? Возможно были. Приятная внешность, но насколько она подходит ему? Ну, не знаю, она, не смотри, застенчивая такая. А были близки хоть раз за все эти годы? Честно, когда он нашёл? Близки? Да. Близки, как муж и жена? Да. Было. Однажды. Было, правда? Да. Глупые девчонки. Ну, так всегда бывает к бывшим, поэтому, когда с бывшими дружат, когда часто ходят к детям, то есть это не беспочвенная ревность к бывшим жёнам. Я бы так не смогла. А ты? Я бы тоже. Мы встретились с ним на такой страсти. Ну, а вы скажите, а не сели, не поговорили после этого? Нет, стало ещё больнее, я жалела об этом. Ну, не нужно. То есть он всё равно вернулся, да, к той? Ну, да. Моя вы дорогая. Да. Ну, она такая милая. Мужчины в этом смысле беспощадны. Они никого не жалеют. Это женщина может влюбиться из-за жалости. Подвоха никакого не будет, понимаешь? Она видна, что она такая. Слушай, он её посадит во все вложки. От любой женщины там подвоха не особо будет. Ну, не скажи. А ещё лучше на Мальдивы. Там вообще верняк. Там только обслуживающий персонал. Но у вас потом ещё были отношения довольно долго, да? Ну, через какое-то время Настя, дочка, стала уже в школу пошла. И, кстати, надо отдать должное. Мой бывший муж с моим папой купили мне квартиру через дорогу. Вы москвичка? Я жила в то время в Самаре. Я самарская женщина. В Москве живу уже 10 лет. Да. Ну, так и что, мужчина новый? Познакомились на работе. Так наблюдали друг за другом издалека. И я видела, что к мужчине большое уважение у других людей. Это для меня очень важно. И моё сердце откликнулось. Да, всё. Нет, взгляд не мой. Взгляд, который не смотрел на меня. Ему не интересно. Мы с ним всё-таки... Как-то он меня предложил подвезти с работы, потому что чувствовали, что нравимся друг другу. У нас завязались отношения. И таким образом мы прожили. Десять лет вы с ним прожили? А почему детей не завели вообще? Я так хотела детей, и нас закрутила московская жизнь. Кого бы переехали? Это рутина такая. Да, мы переехали. У нас... Какая же в Москве рутина? Здесь спать некогда. Только зарабатываешь деньги и пробки. Приезжаешь домой, пятки горят. Какая рутина? Работали просто... Нет, а у вас правда была рутина? Вы же от безделия пошли заниматься языком и йогой. В Москве все занимаются йогой. Ну, я йогу не очень люблю. Я тоже её не понимаю. Там надо философию понимать. А если ты не понимаешь, то и смысла нет эти упражнения делать. Мне кажется, в Москве тоже мало кто понимает философию. Просто модно. Дань моде, да, что все занимаются. А у нас чем? У нас фитнесом занимаются. У нас фитнес больше. Там всё понятно. Пришёл, пожал, сбежал. Согрелся от холодной погоды. Тяга, кардио, домой. Откуда вы? Он был богатый человек? Это мне обвизделие. Скажите, он богатый человек? Вот мне, например, не до йоги, хотя показано. Ну, подождите. Мы, во-первых, мы оба работали. Мы работали в одной сфере медицинской. Я работала медсестрой, работала врачом. Это была страховая компания. И на тот момент я решила подать документы в институт, что благополучно я сделала. И мне тогда сказали, а вот мы вас держать не будем, вы даже не по нашему профилю учитесь. Нет, я вообще не про это. Почему вместо того, чтобы заинтересовывать мужа в себе прекрасный, вы пошли искать приключения на свою голову? Вот опять же, курсы, йога. Для чего вам это нужно было? Это уже мои увлечения. Они тогда родились, когда, во-первых, я сменила свою деятельность. У меня сидячий образ жизни на работе, и мне не хватает движения. И я давно уже спортивный человек. Ещё мне нравится, что она, знаешь, отчаянно не молодится, чем часто грешат женщины в её возрасте. Натуральная такая. Да, молодец. Что стало в семье не так происходить с мужем, с которым 10 лет? В чём перестал устраивать? Знаете, вот так стали расходиться наши интересы. У мужа медицина в одну сторону его заворачивала, а меня, моя деятельность в другую сторону. Вам хотелось какой-то яркости в отношениях, да? Мне не хватало этого. Мне не хватало так называемых... Я вам же не предлагал? Мы поженились. А, ну какая ясность вам нужна? Яркость. Ты ещё не глухая, да? Яркость? Вот родила бы, тогда бы я всё была. Она не смогла, не получилось. Не получилось. Здоровье, что ли, было у вас? Не получилось. Ну как не может не получиться? Здоровье только помешать может, если вы с мужем спите. Что значит, не получается? Или предохраняйтесь, потому что не хотите. Мы специально не обследовались. Мы специально не занимались этой темой, но не получилось у нас. Роза добавляет перчику этой программе. Значит, либо он, либо вы. Ну, а сейчас, в принципе, чего? Любви не было большой с вашей стороны. Без сожаления расстались? Знаете, я думала, что любовь была и очень большая, но потом она уже переросла в такую дружбу, такие доверительные отношения. У нас и сейчас с ним остались такие хорошие отношения, добрые. Посмотрите, у вас с Владимиром 16 лет разница. Не староват? Мне староват? Да дай ты ей ответить, Господи. На тебе никто и не женится, ни молодой, ни старой. Мне кажется, Владимир в великолепной форме. Владимир, вы прекрасно выглядите. Это надо отдать должное. Просто нравится? Я преклоняюсь перед теми мужчинами, которые занимаются... Нет, конкретно Владимир сидит в спорте. Конкретно нравится? Интересные мужчины. Разница в возрасте смущает? Честно. Ну, это вопрос есть, да. Слушай, так а тебя тоже спросят о разнице в возрасте. Тебя не смущает? Меня смущает больше толстые животы. Тридцати, да, в чем-то говорят. Всё. Или глупые мужчины. А вы понимаете, что мужчины забывают посмотреть третью страницу в паспорте, когда идут на программу? Все. Это ещё то, что вам сорок пять, ему шестьдесят один. Он говорит, нормально, нормально, скрипя зубами, ещё хорошо. Ну, тридцать пять там. Но уже, в общем-то, у вас такое пограничное. Мужчины не любят женщин поживших. До тридцати. Дальше антиквариат. Я себя таким антиквариатом не считаю. Вы не считаете, Владимир не считает. Только пары не складываются. Ну, бывает, всё бывает. Послушайте, ну давайте мы сейчас же не в цирк пришли, а на солидную программу правильную. Зачем говорить о цирке? Вы знаете, честное слово, я ничего-ничего хочу. Вызывает же жалость только такие истории. Это такая жалость, правда. Честное слово. У всех такие трогательные истории. Послушаешь, кто пьёт, кто курит. Одна ты у нас. У вас есть два бонуса. Свидание наедине и семейная традиция. Что выберете? Семейная традиция. Есть? Здорово. Есть. Семейная традиция у нас есть. Когда мы встречаемся всей семьёй, у нас есть традиция лепить пельмени. Какая прелесть. Вручную. И мы это можем прям вместе продемонстрировать. Я вам сейчас готовые принесли. Помогу. Я подготовилась. А вот тарелки для чего? Что мы сырыми, что ли, есть будем? Так. Ложечки нужны. Ложечки, быстро. Чувствуете, пахнет чесночком? Давайте. Чеснок в фарш не кладётся в классические пельмени. Только лук, чёрный пельмени. Побыстрее. Побыстрее. Девочки, дай. Нет. Чеснок даёт сладость мясу пельмени. Ну, вы знаете, это как бы не традиция. Это подготовка к традиции. Вот у меня, допустим, традиция. Это семейные обеды по воскресеньям. Можно попробовать. Когда все собираемся, когда суп переливается в супницу, оттуда половником по всем. А лепить, ну, может быть, да, запасы, конечно, хорошо делают заранее. Но это к традициям, по-моему, никакого отношения не имеют. Но это не традиция, да. Лепить пельмени, это не традиция. Ну, у всех по-разному, девочки. Вы тоже так... Ну как, собираться приехать в воскресенье лепить пельмени? Да. Все лепят дружно у семьи пельмени, потом варят. А едят как, да? И едят. Ну, то есть в этот же день. Это не традиция, это уют семейный. Это уют, да, это подготовка к традиции. Есть пельмени за большим столом. Давайте я тоже вам слеплю уральские пельмени. Так, сейчас я выделю. Сколько сортов мяса? Здесь домашний фарш, свинина и говядина. Так, мне придется немножко... Мужчина тоже должен вам помогать лепить? Можно попробовать. Давайте мне я тоже вам слеплю парочку. Мои лепешки. Ну, чеснок не кладите в фарш. Хорошо. Мне захотелось. Ни в котлеты, ни в пельмени. Я люблю. Да? Да. Лучше в соус. Вот почему, значит, вы капушу себя называете. Точно. Прямо один в один. Если так голодной будешь, не дождешься. Все, все, вот ложечки у вас. Она основательная. Давайте. Я сама выложу себе. Да? Давайте я вам передам тогда. Во многих семьях традиции лепить пельмени. В российских у нас собирались тоже... Ой, не знаю. С нашей жизнью мы их можем только купить. Ну, слава богу, хорошего качества. Нет, мы готовили тоже в семье. Значит, вы меня позовете, да? Позову. Когда вы будете... Значит, скажите, мужчина обязан участвовать вот в этой лепке в ваших бабьих делах или нет? Ну, вообще, это здорово. Или пусть занимается своими делами. Значит, фарша нужно класть много. Потому что... Я в это время буду на работе. Да. В это время мужчина будет на работе. Не, мне вошите. Владимир, а вы попробуете слепить пельмени? Вот если бы вареные принесли. Нет, я же говорю, я в это время буду на работе. Если бы поесть, то я еще бы ладно. Вот такие вот пельмени делаются уральские. Посмотри, какие крупные. Вот такие, да? И мясо много, да? Делаете. И мясо много делаете. Вот так можно защипить и делать круглые. Они прямо на манты и похожи. Смотри. О, классно. Все равно лучше меня никто не следует, поэтому даже можете... А вы любите пельмени? Нет. А он пельмени не любит. Почему не любите? А не люблю я пельмени. Вредная еда, даже говорят, для здоровых людей. Мясо с тестом. Эх, не угадал ты. Я за здоровый образ жизни. Невестушка. Слушай, знаешь, что меня в нем настораживает? Он вот любит, правда, матку рубануть. Не думает о чувствах того, с кем говорит. Жесткий в этом плане оказался. А что-нибудь себе позволяете из вредного? Колбаски копченые. Сладкая иногда. Да? В общем, вредные, вредные. А вот традиция зато. Это же традиция. Конечно. Это прекрасная традиция. Зовите меня. Вот традиция, скажем. Ну, три с пылью. Хорошо, три. А сюрприз приготовили? Да. Показывайте. Владимир, я вам предлагаю вспомнить, как танцевали рок-н-ролл. Станцуйте со мной. Идите, станцуйте. Поддержите меня. Поддержите. Молодец, невеста. Пусть запах невозможен. Сейчас глянем. Ого-го, или нет еще? Илюжия нет. О, молодец, еще может. Молодец. О, какая оказалась подвижная девушка. Супер, молодец, да. Неожиданно. Спасибо огромное. Спасибо, девочки. Спасибо. Энергии много. Танцевайте рок-н-ролл не умеет ни тот, ни другой. Забирайте своих подружек. Проходите в комнату. Вы очаровательны. Спасибо. Запах невозможен. Просто... Давайте еще. Спасибо большое. Спасибо. Уберут за вас. Не волнуйся. А вот мясо-то она приклотит. Молодец. Проходите с вами комната. Девочки, вот, вот. Рядом, рядом. Но запах такой, что можно как тартар съесть этот тартар. Спасибо. Александра Светлана. Разница в 10 лет с Алисой, с предыдущей? По анкете уже ближе к возрасту, который запрашивал, наверное, Владимир. Поначалу мне показалась девушка такая достаточно сдержанная. Но после рок-н-ролла, думаю, некогда будет лепить фильм. Правильно. Ты молодец. Ты молодец. Ты молодец. Да, 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 ты молодец. Ему понравилось тоже. Он включился. Ну, энергия в нем есть. Да, да, да. Откликнулся, откликнулся. Очень хорошо вы смотрели. Александр? Я думаю, что они гармонируют друг к другу. И пара выглядит лет на 35. Владимир? Я даже не знаю, что сказать. Очень прилично все. Да. Особенно пельмени, которые я не ем. Очень жаль. Роза? А вам нужно, чтобы неприлично. Хороша, хороша невеста. Ну и у вас вроде бы еще задор есть. Он тебе вообще сам понравился? Глаза у него горят. Так тебе задали. Да, да, да. Энергично. Да, 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 мне было приятно. Энергично ответил. Такая ладненькая, такая хорошенькая. И традиции мне ее нравятся. Ребенок взрослый. Почему бы и нет? Живенько все так. В красном платьице, замуж хочет, любви хочет, умирает. Прямо написано на ней. Ну вот капуша она, правда. Капуш-капуша. Да нет, она просто основательная. Роза, она же козерог. А это не что? В чем разница? Это козерог, понимаете? Вот. Поэтому она и показалась вам сдержанной. Потому что внешне они как бы действительно сдержаны. А внутри огонь? Но внутри, конечно, это огонь. Потому что луна вовни – это человек, который открыто проявляет свои эмоции. Она очень подвижна, она активна, она двигается много. Я думаю, ездит много. Понимаете? А потом у вас такая физическая совместимость. Это может быть такой для вас мощный вариант, буквально в физическом смысле, что вы просто как бы покатывали. Смотри, главное, чтобы не накрыло их, возрастно-то. А то ты так наобещаешься, наобманишься. Еще есть одна невеста. Проходите, знакомьтесь. 61 год про прекрасную совместимость. А вот страшно. Совпадение очень мощное, правда. Здравствуйте, Владимир. Я Лариса. Мы с вами из одного города. А встретились здесь. Очень приятно. Проходите, проходите. Преподавайте. Лариса, 38 лет. Владелица элитного салона красоты в Санкт-Петербурге. Мечтает побывать в Австралии и Японии. Гордится тем, что обеспечивает дочерям элитное образование. Предупреждает, что не воспринимает мужчин без маникюра. Возлюбленный Ларисы работал моделью. И после рождения совместного ребенка окончательно убедил ее в том, что красивый муж – чужой муж. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вам... Новый год прошел, но хочу подарить эти дизайнерские елочки. Чудные совершенно. Спасибо. Чтобы вас прогрелось настроение. Спасибо большое. Ангелочки будут вас оберегать весь год. В данном случае 38 лет под вопросом того, что она выглядит старше. Очень. Да. Намного старше. Ну, пусть не намного, но на 40 своей она выглядит. Что значит красивый муж – чужой муж? И вы непоганая. Вон, глаз оторвать невозможно. Спасибо. Рассказывайте историю свою. Ну, у меня было два мужа. Первым мужем мы познакомились 20 лет, мне было. Я работала в магазине. Он недалеко жил, часто заходил в магазин. И мы с первой минуты влюбились друг в друга. Но это не тот, который модель. Это тот, от которого ребенок. Первый ребенок. У меня два ребенка. И в 20 лет я вышла замуж по большой любви. Родился ребенок. Все было прекрасно. Но муж слишком сильно зажал меня. Я человек творческий, хотела заниматься работой. Он мне не разрешал работать. Хотела встречаться с подругами. Это тоже было запрещено. И мне было очень тяжело. Потом у него была работа, связанная с постоянными поездками. Естественно, я ревновала, ждала. Иногда даже не знала, где он. Нет, ну, когда такие истории, мне так женщину жалко. Просто. Потому что, мне кажется, ревность – это такое чувство, что когда сжигает изнутри. А ну, пагубно. А второй как появился? А второй появился на съемках. Потому что я стилист. И работала много на съемках с режиссерами. На видеоклипы, на кино. И встретила красивого парня. Он модель. Я влюбилась в него. Моложе вас? Ну, не на много. На сколько? На пять лет. Уф. Это в этом возрасте много. Ну, да. Ну, вот я как-то никого не хотела рядом видеть. Мы долго дружили, потом стали жить. Ну, я понимала, что это все несерьезно. Вы говорите, он вас звал замуж. Почему отказывались? Ну, потому что я видела, что он простой парень. У него ничего с души нет. И понимала, что все это ненадолго. И потом делить все вместе. А Розу все обвиняют. Уже интересно. Для женщины это, конечно, немаловажно. А вы с ребенком. А кроме красоты он вам дать ничего не мог. Правильно? Ты нервничаешь? Ты расстроилась, что ли? Ты что? У меня у меня есть большая квартира на Петроградске. Она живет одна. Ты давай мне. Не расстраивайся. Нет. Я вообще верю в лучшее. На самом деле. А потом забеременели от него? Да, я очень хотела второго ребенка. И понимала, что я пока ни с кем другим не могу жить. Но он особо ребенка не хотел, мне кажется. А когда объявили ему о том, что беременна, он настаивал на быстром походе в ЗАГС? Нет, он один раз упомянул. Обиделся, что я не приняла его предложение. Но ребенку обрадовался? Да, да. А как узнали, что у него появился кто-то? Ну, во-первых, я такой человек публичный. У меня очень много клиентов. И они мне начали звонить. Даже ночью иногда говорят, ой, твой тут с девушкой в обнимку танцует. Потом есть у нас разные журналы питерские, где в ОМОН фотографируют и всякие презентации, всякие дискуссии. И вы его увидели? Да, я увидела не раз. Прижали к стенке? Нет, я ему сказала, что это... Он говорит, что это просто дружба. С 19-летней моделью, да? Да, да. Он сказал, что это не то, что ты думаешь, мы просто дружим, гуляем вместе. Ну, а между вами все было как раньше, прекрасно? Или тоже стали чувствовать, потому что он изменился? Ну, я, конечно, сильно нервничала, я же его любила. Но спали вместе. Секс был прекрасный. Ну, надо ему отдать должное. Он на всех положительно реагирует. Ну, не выделяет как-то. Потом уже сделает свой выбор. Вас не смущает разница в возрасте с Владимиром? Я так устала. Мне так хочется, чтобы мне кто-то помогал, поэтому... А в чем вам помогать надо? В чем помогать? Хотя бы в поддержке какой-то. В какую? Слава вам говорить хорошую. И если я выйду замуж, я не думаю, что я буду так же продолжать по 12 часов стоять с клиентами работать. Это очень тяжело. Я на ногах 12 часов. То есть вам нужен мужчина и в том числе, чтобы была материальная поддержка? Ну, да. Это правильно. Потому что когда такая разница в возрасте, и у вашего мужчины все есть, я считаю, в этом случае он помогать вам должен. Ну, не студентка, с которой будете делать там вместе курсовые, но с молодой женщиной помогать должны. Убеждена в этом. Ну, от каждой женщины хочется. И поддержку, теплоты, внимания, чего не хватает у многих. Глаза у нее, конечно, выразительные. Ну, вообще вся яркая женщина. Яркая, блондинка такая. Ларис, а вы по характеру честная? Ну, не всегда. Не всегда, да? Нет, что значит, понимаешь, показывать не всю коленку первому встречному и врать. Это все-таки две большие разницы. Вы, правда, очень хорошо выглядите, честное слово. Ну, признайте, что вам не 38. Ну, а я же сейчас не в полиции, чтобы говорить все как есть. Я пришла, чтобы выйти замуж. Нет, ну как ты не в полиции? Вы как раз аж в полиции. А потом он у нас как это очнется? Вам меньше? После вашей это больше. Не может этого быть. Ну, озвучьте. На годик, может быть. Нет, я не буду ничего говорить. Ну, я потом вам скажу. Хорошо, Роза. Я просто в курсе. Послушайте, ну вам не дашь 38 лет. Спасибо большое. Вы выглядите просто восхитительно. Да. Потрясающе. И никому не говорите дальше. У меня же работают в индустрии. Нет, а извините, а мужик, чтобы не знать? Да не надо. И тогда, если вот так... Ну, не 61 ведь, правда? Ну, кто знает? Я абсолютно спокойно отношусь, если свой возраст говорить. Что в этом? Честно. И тем более выглядеть так прекрасно, что в этом такого. Раз не хочет говорить, значит, понятно, что... Ну, конечно, раз вы не хочет так думать. Многие женщины, это нормально тоже. Да скажите уже, она же замучена. Всем все равно, Ля. Не скажу. Ну, пускай это останется нашей тайной. Возраст не смущает? Сколько ребенку с детям, сколько сейчас? Девочки первой Каролины зовут ее 18, а второй 6. Будет 7, 10 декабря. Не смущает маленькая девочка? Нет. Очень хорошо. И меня бы в этом случае не смущало. У вас свой бизнес, вы никому не должны. Квартира своя? Да. В Питере? Да. С родителями хорошие отношения? У меня у мамы тоже большая квартира на Петроградке. Она живет одна. А маме сколько лет? Маме много лет. Она меня родила в 42 года. Я ей обеспечиваю сиделку уже 5 лет. У нее был инсульт. Поэтому я... Вы умница. Умница. Восхитительно. Просто насмотреться не могу. Ну, с одного города им просто будет комфортнее общаться. Комфортнее это. Но в 38 лет одна. Нет. Ну, она выглядит хорошо. Ну, выглядит она старше, конечно, и на 38. А вы как любите отдыхать? Что вы любите? Я люблю путешествовать. Понятно. Когда я сильно устаю, я просто беру билеты. Если Владимир у вас все сложится и будет вас склонять к тому, чтобы вы бросили бизнес и так далее, не делайте этого. Потому что потом вернуть все на круги свои будет очень сложно. Ну, я думала. Потому что женщина интересна, пока работает, пока у нее есть, собственно, дело, пока она независима. Хорошо? Ну, вот видите, одна женщина краше другой. Я со всеми вижу Владимира. Кому пойдет, узнаем позднее. Вот поедет. Куда-нибудь там? На Мальдивы. Как раз вместе будут ездить, да. И потом она абсолютно без фасада. Она прямая, откровенная, честная. Говорит, не хочу говорить сколько лет. Вещи своими словами. Браво, да? Да. Не юлит. Выбирать не приходится. Вам очень повезло. Свидание наедине. Даже я вам завидую. Проходите. Вот такой чудный бонус. Что интересно, мы с вами не только живем в одном городе, но и в одном районе. Да вы что, вы на Петроградке живете? Да, на Петроградской стороне, улица Большая Зеленька. Ой, а я на Большом, 35. Знаете, где где-то? Да, конечно, конечно. Но я большее свое время провожу в загородном доме и живу там в загородном доме постоянно. Да, на Петроградской стороне у меня живет мама моя. Так что я приезжаю... У меня на Кронверской маме живет. А я ее постоянно навещаю и приезжаю туда. Ну, не знаю, у нас есть родительские дни с ней, когда договоренный, когда нет. Достаточно часто. И на Петроградской у меня во дворце, на Ждановке, в спортивном клубе армии хоккей. Я играю в хоккей. Да, да, я играю в хоккей. В сборной команде военно-морского флота. И сейчас, в этом году, мы выиграли второй год подряд. А вы вратарь? Или нападающий? Нет, нет, нет. Я играю с правого нападения. Были сейчас недавно в Чебуркуле. Там был второй чемпионат вооруженных сил России по хоккею шайбе. А у вас один ребенок? У меня один ребенок, который живет в Америке, в Ничигане. Ну, вот я, да, слышала, что я просто удивилась, что всего один ребенок. Да, всего один, да. Ну, так получилось по жизни, что он один. Светлана, а что вот Роза так цеплялась к вашей подруге? Комплекс возраста или что у Ларисы? Нет, у Ларисы вообще очень мало комплексов. Она овен. Ну, это возрастно, она не говорит, сколько ей лет? Я не знаю, может быть, она хочет просто поселить интригу. Что за интрига такая? Если бы у нее был семеро по лавкам, я бы еще поняла бы интригу. Да нет, вот на самом деле, когда мы общались, мы обсуждали, что у нас профессионально замылился, конечно, глаз, потому что мы сотрудники и видим очень много красивых женщин. Но историй мы знаем много тоже, и цифры, это настолько неважно, вот именно календарные вот эти. А мужчине? А мужчине, который поставил такие рамки? Не знаю, все равно он найдет свое, можно планировать все, что угодно. А потом судьба распорядится так, что, мам, не горюй, сам еще 30 раз делишься. Просто есть мужское представление, видение. Кто помогает с ребенком? Шесть лет. Обслуживающий персонал, няня. То есть все хорошо, все это выкрытывали, Лариса. Не зависит ни от кого в этом смысле. А помогает бывший ее манекенщик? Не помогает? Нет. Общаются? Ну да, у Эмилии на быстром наборе есть папа, но... Опять же таки, не так часто, как хотелось бы, он к телефону подходит. Хотя она ему звонит. Скажите, а в чем проблема Ларисы? Такая красавица. Почему она? Проблема Ларисы в том, что она идеалистка. Она предъявляет очень высокие требования сама к себе. Внешне, внутренне развивается. У нее огромный круг друзей. Она очень много несет в мир энергии положительной. Да ладно, она просто... Такие же требования к мужчинам. То есть он должен быть не только ухоженным и симпатичным, а умным. Ой, а кстати, маникюр делает ваш? И твердо стоять на ногах. Он в порядке. Несмотря на свой возраст, он в порядке. Ну вот, а сложно, когда мужчина настолько хорош собой и умен и обеспечен. Нет, но если выбирается мужчина по маникюру, а не по каким другим качествам, у меня много вопросов. Но мне тоже мужчина не нужен с скорузлыми ногтями. Ну это как неперостепенно Ларис. Ну в общем-то, какой бы он прекрасен ни был, но если у него обкусанные черные ногти, ну конечно, если не удастся. Да они не могут у него быть обкусанные. Кем он работает? Если только осенизатором? Хотя тоже деньги. Ваше время истекло. Не работает? Довольный какой вы. Я так думаю, что невеста пошла пока готовиться к сюрпризу. Здравствуйте, Вадим. Соседка моя. Что? Соседка моя. Соседка ваша? И ни разу не случайно не встретились? Не случайно не встречались. Вот так бывает просто, ну надо же. А где вы живете, в каком районе? Петроградка. Ну я там не живу, там живет мама. А вы в Подмосковье живете? В Писе. В смысле, ну я имею в виду... Ленинградская область. А в Ленинградской области, то есть это как наша Подмосковья. Это как Рублевка. Что вы говорите? Правда? Ну конечно. Золотой квадрат, это как ваша Рублевка. Это, ага. Ну и Пифер-то покруче будет, правда, город? Не сравнить. Не, да что там, Лариса, ловит Рублевка, не Рублевка. Я же прожила... 61 год, ну что вот так. 28 лет. А что ж... Мы не встретились с вами, и возраст у нас. Ну он яркий мужчина, да. Да, я согласна, что он такой энергичный, в нем много тоже огня. Сюрприз готов, давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Попробуйте найти ее здесь. Ух ты, я вас смущалась. Смущалась даже, да-да-да, не ожидалась. Не ожидал кровать увидеть. Она решила срать. Да-да-да. Нет, а что тогда ты... Ларисечка очень интригующая. Я все прочла. А что ты прочла? Тебе нет, ты слишком, Роза. А чего? Ничего. Снаряд есть, и чего не полежать. Совершенно дивная кровать. Все так тонко. Спасибо. Все так по-женски. Все так чудно. Проходите, спасибо большое. Это что такое? Молодец. Я не понимаю. Молодец. Ты что за молодец? Вытащила кровать и показала, на карту мира ничего нельзя было. Ну, глобус, в конце концов. Глобус, это банально? А, на кровати это не банально. Александра и Светлана. Светлана, вы что-то загрустили. Я тоже загрустила, Ларис. Нет, да мне это намек. Объясни, я, может, тупая. Это чего? Я тебе после программы. Это значит, она ему чего? Говорит, посмотри... Они будут грезить вдвоем в этой кровати. Нет, а тогда... И представлять Австралию. Ой, ну как тебе? Что вы там делали так долго? Прошло минут 15. Разговаривали. А иногда она будет изображать лошадку, на которой они будут до этой Австралии. Ты знаешь, говорит это... Как говорится, пошупать надо, бывает оптический обман. И... Как вам? Слишком, мне кажется, много интриг. Ну, так мне показалось, не... Ну, с интригами он разберется. Как-то, наверное... Да, с интригами, наверное, он сам разберется. Но мне маленько человек непонятен остался. Что непонятен? Ну, непонятен маленько человек мне остался. Потому что она хороша. Вы, может быть, ревнуете? Нет. Нет? А вот Александру понравилось. Глазки загорелись. Да, да, да. Она совершенно чудная, дивная, сексуальная, красавица. Сюрприз многообещающий. Конечно, если что посмотреть, да, в одном городе живут, я думаю, надо брать. Мало того, они соседи, оказывается. Да, симпатичная, выглядит моложе своего возраста. Близко рассмотрела. Я тоже подсматривала. А как вам, Владимир? Убило то, что вообще просто на передаче встретить свою землячку с Санкт-Петербурга. Еще из соседней улицы. Вот что. Какая прелесть. И мама у нее там живет, и у меня мама там живет. А еще какая она молоденькая. А красавица какая. А красавица. Глаз не оторвать. Роза, я тебя не буду спрашивать. А нет, а что, я про себя подумала, думаю, вот они же говорят, говорят, ну, вот, 54, а я, говорят, внутри 18-летняя. И я сейчас про себя думаю, а я, наверное, сразу уже старуха стала, потому что... А давай о невесте. А Ларисе, как она тебе? А что, в принципе, наверное, это и есть, Тарас. Ну, типа, посмотрел, помедитировал, и все, хорош. Наверное, Розе понравился он, поэтому она быстренько всех конкурентов. Все знают, Роза любит в два раза моложе себя. А, ну да. Прекрасная женщина, и она сказала, что ей уже эти малолетки надоели, она хочет покоя. Мне нравится, когда женщина позволяет себе вот так во всеуслышание заявлять о своих желаниях. Она не мялась, не жалась, я не такая, я вся иная. Она сказала, мужчина нравится, 61 год, прекрасный возраст, хочу помощи, хочу, чтобы был рядом, да, чтобы выручал, чтобы спасал. По-моему, это правильно, по-моему, это здорово, да. Не стала говорить, что нет, вот для походов в театр, в кино, остальное справлюсь сама. Ухаживать за такой женщиной, мне кажется, большое удовольствие. Приятно. Ольга, ну мне кажется, она тебя выберет. Конечно, вы такая парня, такая естественная была. Вы так танцевали. Вы так танцевали зажигательно. Ну расскажи про совместимость, про физическую. Лариса тоже овен, да, у неё и луна в овне. Она человек открытый и перфекционистка, действительно. Её подруга сказала, что она идеалистка, но скорее перфекционистка. Человек уютный, гармоничный, поскольку Венера в тюльце находится, и Марс. Не любит выходить из состояния гармонии, но может быть периодически вспыльчиво. Я думаю, что у вас хорошая совместимость физическая, но при всём при этом есть некоторое но. Если будут возникать противоречия, вам нравится этот человек, он вам интересен. Понимаете, и с годами, на мой взгляд, у вас приходит понимание противоположного. И это становится даже интересно. На самом деле может возникнуть внезапное понимание такое, что этот человек обновит вашу жизнь. Понимаете? Тамарочка, и она такая манкая. Ваши взгляды обновит, ваши представления о мире. И, наверное, будут реально путешествия вместе. Потом она никогда не утонет. У нее такие достойкие. Роза. Интересно, он сам верит в гороскопы? Потому что мне кажется, что он немножко скучает, когда... Начинают про гороскопы говорить? Ну, мужчины редко прям так очень уж верят. Володь, а что это вы как-то к овнам так? Или они вам не нравятся, овны? Был опыт. Кто? Был опыт с первой женой. А-а-а. Она же овен была. Так это же прекрасно. Я настороженно отношусь, мне они не нравятся. Давайте так, вы сейчас советуетесь, к кому пойдете, и мы тоже здесь посоветуемся. Хорошо? Хорошо. Ну, что сейчас, если зайдет за тобой? Пойдешь за ним? Я пришла знакомиться, конечно. Можно пообщаться с этим человеком. Достойный мужчина. Ну, что, Володя? Кого берем? Что же, я не знаю, с кем вы ходите. Ну, как бы, как красиво это будет. Что-то я хотела бороться. Мне понравилась вторая и третья. Вторая или третья? Да, вторая или третья. Вторая просто, она такая, как бы... Давай третью, чтобы была, не будет просто супер. Питерская соседка моя. Да, как проще разобраться с интригами. Что? Проще разобраться с интригами. Ну, возраст и все такое. С каким интригами? Я не знаю, сколько лет. На тебе, ну, она видишь, так много стрелок. Она не говорит, сколько ей лет, ничего не говорит. Вот так? Ну, да. То есть, она говорит, 38. Самому решим. Говорю, что ли? Он уже писем. Може. Что? Пятьдесят? Ну, там еще, это 46. Ну, я не знаю. Я думаю, что я думаю, что где-то сколько ей есть. Роза, можно спросить? Роза, на сколько ей? Роза секрет не раскрывает. Донесли, 45 ей. А, 46. А, я, я, ну, про 45. Конечно. Ну, что? Ну, а сколько ей? Ну, я не знаю, Вова, тебе выбирать. Либо вторая, либо третья. Либо вторая, либо третья. Либо третья. А если к тебе зайдет, Оль? Выйдешь? Выйду. Можно попробовать? Да, да. Хорошо. Ну, что, друзья мои, советуйте, Светлана. Одну. Одну? Одну. Тяжело. Одну тогда на выбор Владимира. Пожалуйста, вы ведь для чего-то пришли. Мне понравилась, наверное, по характеру вторая. Спасибо. Александр. Я тоже почему-то склоняюсь к номеру два. Ну, как Ольга ее зовут. Что вы скажете? А можно я уже выбор свой сделаю и зайду в ту комнату? Можно. Ну, мы вам посоветуем. Если как Тамара сказала, что я уже и не дева сегодня, а уже лисы шесть минут, как уже пошли, я сейчас сам взвешу и сам решу. Молодец. А-а-а! Сказал! Он сказал это. Но вы согласитесь со мной, что все невесты восхитительны? Потрясающие женщины. Одна лучше другой. Просто на удивление. Абсолютно разные. И Алисочка потрясла просто. И Ольга, и Лариса. Это невозможно сделать. Я даже не могу никого посоветовать. Потому что я каждую из этих удивительных женщин вижу рядом с вами. Вот просто каждую. И с Алисой, мне кажется, вы были бы счастливы. И с Ольгой, и с Ларисой. А расположение звезд? Роза. А жизнь не хотите спросить? Типа опыта, типа меня. Слушай, ну как твой вердикт, если он зайдет к нам, выйдешь? Пойду, конечно. Пойду на свидание. А там видно будет. Значит, смотрите, семья держится по молодости лет. На общую реальность, а место наше имущество, дети, это от развода. В нашем возрасте это еще сложнее. Значит, надо привязки сильные, договоренности. Я вам Ольгу советую. Почему? Не у Алисы, у Алисы и Ларисы все хорошо. Как мужчина вы ему особо не нужны. Не материально, как говорится. Ну и по всем остальным. А вот с Оленькой, можно говорить, она, во-первых, продавец, простенькая. Она вам молодость, а вы, соответственно, благосостояние. В таком тандеме долго продержитесь, понимаете? Потому что уже к семидесям вряд ли кого найдете. А с Алисой и с Ларисой быстро с дистанции сойдете. Ольга. К какому семидесяти? Ему только шестьдесят один год. И что? А я же не на один день ему рекомендую. Че? А звезды что там? Алиса и Лариса. Конечно, вам очень понравились. Я вижу, вы загорелись. Они овные, они активные, они веселые. Они стараются быть красивыми очень. И при всем при этом, самое поразительное, что Ольга-то буквально по звездам вам больше всего подходит. Но мужчины часто выбирают именно то, что им понравилось вот с первого впечатления. И с трудом присматриваются долго. Проходите туда, куда решили. Спасибо большое. Давай поженимся в вашем мобильном. Совет от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Гроза мне ближе, чем многие стало за это время. Поэтому, я думаю, как вы в ней уверены, так и она может довериться со всей своей страстью, со всем своим характером. Я ей сказал, что если ты мне позвонишь, значит мы вместе. Ну и что, дорвалась минут на 40, был поцелуй. Я предлагаю всем выйти и поддержать Владимира. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья мои, подойдите ко мне. Я вижу, как вы счастливы, рада за вас несказанно. Я хотел бы тебе стихи сказать. Мне без тебя так трудно жить, а ты все дразнишь и тревожишь. Ты мир не можешь заменить, а мне все кажется, что можешь. Если ты не против, мы выйдем сейчас с тобой из этой комнаты и вернемся в зал. Ну, уже я не прошу тебя пока моей женой стать. Прошу невестой быть тебя, друг мой. Спасибо. У нас есть пара Владимир и Лариса. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, оженимся. Удачи, рада за вас. Спасибо. Я Наиля. Мне 64 года. Я люблю посещать бассейны, обожаю читать книги, хожу на фитнес. Сейчас я пенсионерка. И очень хотел бы познакомиться с пенсионером 50 до 65 лет, с добрым, отзывченным человеком, с которым можно было бы пойти погулять и вчерами зимними, холодными попить чайку. Субтитры сделал DimaTorzok